доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии понедельника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают самое прямое влияние на динамику финансовых активов ну что ж после выходных друзья мы с вами снова вынуждены окунуться в реалии финансовых рынков которые на мой взгляд еще страшнее чем было неделю назад как вы помните будучи оптимистами я считаю что только так можно сказать на фоне тех цифр которые мы видим сейчас по количеству общему количеству заболевших мы полагали то что пол миллиона инфицированных будет максимум на выходных но произошло это еще в пятницу друзья сейчас статистика ну просто страшная 722 2000 заболевших такими темпами в рамках этой недели мы реально можем коснуться планки в 1 миллион отчего следует что эта неделя будет очень важной для всех финансовых рынков потому что для всех уже станет очевидно что проблема пандемии это серьезная проблема ее нельзя игнорировать нельзя принижать и значимости крайне негативных последствий и воздействия на мировую экономику и отсюда если спроецировать этот новостной фон на поведение трейдеров на финансовых рынках нельзя недооценивать негативное воздействие на а динамику финансовых активов которые относятся категории риска я друзья продолжаю повторять уже очень долгое время несмотря на то что по отдельным активам сейчас может сложиться впечатление что рынок уже да и в целом мировая экономика миновала самую негативную фазу нашла якобы дно это не так не поддавайтесь на эти заблуждения рынок очень быстро может развернуться и сделать ровным счетом такое же масштабное снижение в плане обвала которая по динамике мы видели а в плане роста вот буквально накануне на прошлой неделе поэтому друзья мы говорим о том что эта неделя очень важна мы говорим о том что на рынке скорее всего придет осознание то что последствия этого вируса они будут разрушительными для всех стран мы видим то что количество заболевших растет действительно по всей географии земного шара растет количество летальных исходов и разумеется говоря о том что происходит с мировой экономикой мы сейчас уже не руководствуемся сценариями того что максимум на что повлияет этот вирус это на снижение темпов мирового экономического роста на полтора два процента но все равно нулевую отметку мы удержим ничего подобного уже очевидно что мирового ввп может снизиться больше чем на 10 с половиной процентов в первом полугодии а дальше уже все будет зависеть от того как быстро и вирус будет локализован ладно друзья напоминаю что сегодня в 18.00 по московскому времени состоится вебинар правильный понедельник мы разберем еще раз основные события и то с чем работаем сейчас поэтому если фундамент имеет для вас значения вы в том числе используете его для принятия ваших торговых решений поэтому велкам с большим удовольствием вас всех а приглашаю также хочу отметить что в пятницу мы добавили новый ролик по поводу того что на фоне новых стимулов мне показалась тема интересной что очевидно что штаты никогда не обанкротится если эта тема представляет опять же какой-то интерес для вас можете зайти на наш канал на youtube и собственно там ознакомиться с содержанием этого ролика жду безусловно от вас комментариев друзья это фидбэк с вашей стороны вопросы тоже приветствуется с большим удовольствием попробую на них ответить ну а теперь давайте вкратце чем мы начинаем этой неделе не все валится 2671 очевидно что эффект от монетарных стимулов продлился недолго да и в целом трейдеры поняли что новой ликвидностью не залить ту проблематику с которой столкнулись сырьевые инструменты нефти среди них это основная проблема падения спроса из-за катастрофического снижения экономической активности то что страны начинают уже дисконтировать страшнейшие последствия мы это видим на примере соединенных штатов америки когда получили вот минувший четверг отчет по заявкам на пособие по безработице рост общего числа перевалил за 3 миллиона это очевидно факт того что безработица также друзья очень сильно вырастет и важно отметить что на этой неделе у нас будут нон-фарм перролз где мы опять же будем руководствоваться официальными данными и это статистика еще раз докажет нам то что штаты уже столкнулись с этими страшными экономическими последствиями для экономики нефтянка на фоне резкого снижения спроса на фоне роста предложения со стороны россии и саудовской аравии на фоне крайне мрачных перспектив мировой экономики только что я сказал какие потери могут ждать мировой ввп безусловно будет оставаться под давлением поэтому до нашей с вами цели 25 долларов за барли рукой подать я думаю что темпы обвала с которыми мы начинаем что ли эту неделю можно сказать что 25 это будет даже не цель друзья мы пойдем еще ниже связи с этим что будет с рублем 78 81 мы закрыли минувшую неделю эта неделя будет проведена рублем уж точно выше 80 до куда доберемся 83 85 это вы опять же можете также прокомментировать в поле под брифингом с комментариями по вашим ожиданиям но я думаю что вы все будете правы вектор девальвации будет значительным индекс американского доллара 98 86 я рассчитываю на то что все-таки трейдеры сделают правильный выбор на этой неделе в плане повышенного спроса на реально защитные инструменты и индекс американской валюты американскую валюты я отношу категорию этих активов то что на рынке начинает преобладать все-таки склонность к защите не к риску мы это можем увидеть в доходности десятилетних казначейских облигаций доходность снижается 0 65 сотых процента сейчас в пятницу выйдут данные по нон-фарм перлс по прогнозу насуждают показатель страшнейший минус 123 тысячи новых рабочих мест это еще оптимистичная оценка и я думаю друзья что уже официальные данные уж точно игнорировать нельзя будет и доллар покажет всем кто является лидером на валютном рынке сегодня кстати мы видим то что он индекс американской валюты начинает понемногу расти и рисковый инструмент отступают золото 1614 мы в растущем тренде я думаю что этот тренд приведет золото к новым максимумом поэтому давайте их ждать евро против доллара 1 10 76 собственно так же как от федрезерва новые стимулы были анонсированы программа масштабного стимулирования поддержки экономики на 2 триллиона аналогичную программу ждут от европейского центрального банка но разумеется точнее от и не только монетарных властей но от правительства еврозоны не в таких масштабах как в штатах но все равно это меры доп стимулирования которые должны привести к ослаблению курса европейской валюты если еще на это наложить ожидание роста доллара по факту его защитных свойств а собственно по евро доллару мы сохраняем короткие позиции повторюсь друзья если вы заходите в цел и оставите стопы эти стопы достигаются рынком не отчаивайтесь не расстраивайтесь просто вы должны осознавать насколько значительным может быть снижение поэтому перезаходите в рынок я призываю вас присматриваться к уровням минимум дневных свечек собственно также выставлять не нужно совсем большие стопы покороче если что можно будет снова перезайти в рынок я уверен то что как только ралли пойдет сопоставимая с тем которые мы видели две недели назад все эти потери будут нивелированы а с лихвой фунт против доллара 1.2390 я ожидаю снижение пары в районе отметки 1 а 20 джонсон на прошлой неделе сообщил о том что он инфицирован фич снизили рейтинг англии это только друзья начало также присматриваемся к новым монетарным стимулом которые должны привести к еще большему ослаблению курса фунта американский фондовый рынок и смп 2536 и ждем фонду данном случае этот индекс на отметке 2000 2200 биткоин растет вслед за золотом я думаю что эта динамика будет там синхронный у них поскольку биткоин также как и золото сейчас является лучшим выбором для трейдеров которые опасаются значительного роста инфляции доллар канадец 1 4038 банк канады снизил процентную ставку еще это не заложено а в цены поэтому рекомендуем присматриваться к длинным позициям с расчетом на то что пара доллар канадец вернется к уровню 145 на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания